Уважаемые друзья, традиционно в конце года подобное совещание в повестке важнейшие вопросы, касающиеся социально-экономического развития страны. Если характеризовать это совещание, естественно, больше всего оно носит тактический характер, поскольку основные проблемы, которые мы будем рассматривать, касаются будущего года. Но, естественно, не может быть ни одного тактического вопроса сегодня, который бы не был нацелен в будущее, в стратегию. Как известно, стратегия наша определена на последнем Себелорусском народном собрании. Там и обозначены перспективы и конкретные показатели достижения этих перспектив. Спектр очень широкий вопросов, которые мы должны сегодня рассмотреть. От достигнутых в настоящий момент результатов оценки итогов текущего года до мер финансовой и экономической политики, которую правительство, национальный банк предложат нам на следующий год. Наша экономика, понятно, подвергается беспрецедентному по масштабу и глубине давлению извне. Агрессивная риторика и не только риторика, но и действия сохраняются. А значит, следует провести тщательный анализ принимаемых нами мер. Думаю, что это уже сделано. Поэтому о сегодняшних мерах. Какие из них у нас были эффективны, какие нет. Какие не дают ожидаемого результата. Что нужно будет предпринимать еще. Пока мы сумели сохранить экономический рост и не допустить переноса большинства проблем на повседневную жизнь людей. Вот это главная задача. Какие бы ни были санкции, как бы на нас ни давили. Что бы с нами ни пытались сделать здесь, мы должны предпринимать такие меры, чтобы люди этих санкций не почувствовали. Но, по крайней мере, чтобы они эти санкции и меры извне не определяли жизнь людей. Запомните, это главное. Итоги 10 месяцев демонстрируют, что валовый внутренний продукт увеличился примерно 2,5%. Промышленное производство растет более 7%. Притом промышленность дает хорошие темпы и показатели во всех его подотраслях. Более 60% производимой в Беларуси промышленной продукции поставляется на экспорт. При этом в глобальном рейтинге стран по индексу конкурентоспособности промышленности, по данным Организации Объединенных Наций, Беларусь поднялась на 45-46 место из 152 стран. В связи с этим экспорт товара и услуг увеличился примерно на 33%. Страну дополнительно поступило 8,5 млрд долларов. Сложился рекордный положительный внешнеторговый баланс более чем на 2,7 млрд долларов. Во многом благодаря такой взвешенной макроэкономической политике у нас неплохие показатели платежного баланса, значит устойчивый курс и спокойствие на финансовом рынке. Стабильно растет средняя зарплата, которая в октябре вплотную подошла к полутора тысячам рубля. Каждый четвертый работник в стране получает зарплату сверх этого уровня, тогда как год назад их было всего 16%. Но все это хорошо и мы не должны тут думать, что мы уже решили все проблемы. Здесь и очень напряженная работа государственного аппарата, всего народа и стечение обстоятельств. В чем-то нам и повезло. Я уже говорил, и пандемия прошлого года, то, что мы выбрали свой белорусский путь, не закрывались, не кричали, не орали, просто работали. Это дает сегодня свои результаты. Должен заметить, что белорусским путем в 21 году пошел весь мир. Это никто не скажет, потому что Беларусь не Америка. Если бы у американцев это было, то уже трубили бы на весь мир. Ах, какие молодцы, Трамп и Байден, что они выбрали правильный путь. Нас за это не похвалят. Наоборот, нас будут за это душить. Знаете почему? Поэтому не надо думать, что мы решили все проблемы. Проблем немало. И, к сожалению, на 90% эти проблемы привнесены извне. Есть негативные тенденции, которые не только меня беспокоят. Это, прежде всего, касается цен. Впервые за несколько лет инфляция превысила прогнозное значение. Цены на социально значимые товары в среднем выросли на 7%, и эта тенденция не переломлена. По некоторым товарам первой необходимости зафиксировано повышение от 10 до 100%. При этом производители социально значимых товаров и субъекты торговли нашли лазейки, позволяющие обходить введенные ценовые ограничения и повышать цену. Поэтому премьер-министру правлению Национального банка особенно остановиться надо на этом вопросе. Мы знаем все эти объяснения. Да, есть часть инфляции, которая занесена, как зараза, извне. Дорожает на мировом рынке все. И, естественно, мы, как открытая экономика, закупаем там железо, металлы, сырье и прочее комплектующие, вынуждены покупать их по более высоким ценам. Я уже говорил, во время пандемии не работали, а печатные станки крутились. Доллар и евро напечатали, девать некуда. Пошла инфляция. Она завезена извне. Никто это не отрицает. Но, знаете, самоуспокаиваться и говорить о том, что это потому, что там где-то в Америке, в России, в Китае что-то подорожало. Поэтому и у нас не надо только ссылок, только на этот фактор. Нельзя допустить, чтобы ценовые факторы переходили с нами и в следующий год. Там хватит проблем и без этого. Начиная от риска расширения так называемых санкций, которым регулярно призывает Запад и заканчивая угрозой распространения пандемии, этого мутирующего вируса. Насколько мы готовы противостоять этим рискам? Хочу услышать, в какой степени прогнозные документы адаптированы к существующим вызовам. Какие системные подходы закладывает правительство не только для предотвращения негативного влияния недружественных действий, но и для развития страны. Во второй год пятилетки предлагается отступить от отдельных параметров, определенных на 6-м Всебелорусском народном собрании. По данному вопросу единодушного мнения нет. Но мы должны прийти к такому мнению. Поэтому заслушаем все аргументы за и против, тем более, что эти же вопросы поднимались и депутатским корпусом, государственным секретариатом Совета Безопасности и Комитетом Государственного Контроля. Правительство полагает, что в следующем году в приоритет нужно возвести экспорт. Во-первых, это разумно, ведь пока есть возможность продавать и закрепляться на мировых рынках, а это будет недолго, надо действовать. Упускать момент, чтобы заявить о себе нельзя. Этот момент нужно использовать. Будем интенсивно наращивать валютную вырыжку. Получим крепкий белорусский рубль. Население перестанет осторожничать и предложит свои деньги в депозиты или облигации. Так поступательно нарастим базу для длинного инвестирования. Это задача не только правительства, но и у всего банковского блока. Тем более, что инвестиции действительно у нас проседают. Предыдущий цикл и связанные с ним крупные проекты практически завершены. Помните, атомная станция, БНБК, Петриковский горнобогатительный комбинат, целелозные бумажные комплексы. Завершаются проекты в нефтепереработке. Если не обновляться, то через 3-4-5 лет будем в аутсайдерах по конкурентоспособности. Где-то ситуацию нам подпортили извне, а где-то мы сами недорабатываем и в этом вопросе. Все задачи по инвестициям четко прописаны в программе пятилетки, но разворачиваются они пока слабо. Во-вторых, следует помнить, что людям нужны не цифры и показатели. Наших граждан волнуют близкие им вопросы – зарплата, работа, цены. В этом контексте прошу вести наш диалог, достаточно ли запланированных мер по контролируемым мною вопросам. Проект бюджета формируется с дефицитом. С одной стороны, понятно почему. Мы несем незапланированные расходы, которые сложно предугадать. Но с другой – вопрос все ли экономят и напрягаются по сокращению необязательных расходов, которых у нас море. Поэтому вопрос экономии, бережливости опять выступает на первый план. Есть ли источники на покрытие этого дефицита? Не повлечет ли это напряженности при выполнении социальных обязательств? На практике для нас это значит, что потребуется усилить дисциплину и гибкость, переориентироваться на дружественные торговые и финансовые рынки, не обращая внимания на выпады с запада. Отдельно просил бы доложить о ситуации с государственным долгом и планами по его погашению. Беларусь всегда была и будет безукоризненным плательщиком по своим обязательствам. Несмотря ни на какие сложности, мы не имеем права потерять эту репутацию. Вносится предложение по отдельным изменениям налогового законодательства на 2022 год. По ряду направлений предлагаются определенные инновации. Насколько они отработаны, какова реакция в обществе на эти предложения. Материалы есть у всех, поэтому участников совещания прошу быть готовыми высказать личное и аргументированное мнение по всем чувствительным позициям. Вопросы денежно-кредитной политики традиционно проходят у нас в неком облегченном формате. Но не в этот раз. Как я отмечал, самая обсуждаемая тема сейчас – высокая инфляция. Аргументы о том, что она импортирована, я уже вам говорил, насколько мы можем их принять. Мы планируем в будущем году иметь однозначную цифру в 6% инфляции. Прошу председателя правления Национального банка доложить, какие меры планируются по сдерживанию роста инфляции. И помните, это не должно идти в ущерб экономическому развитию страны, за которое вы отвечаете вместе с премьер-министром. Поэтому обозначьте, какие меры поддержки экономического роста предусмотрены денежно-кредитной политикой на предстоящий год. И последнее. Я замечаю, что в обществе все больше и больше возникает вопроса здесь с тем, что на Западе приступили к экономическому удушению страны. Но это же не секрет. Идет гибридная война. Война давно началась, не только против нас. Прежде всего, против Российской Федерации. И мы звено в этом давлении на Россию. Более того, мы оказались на переднем крае. Поэтому нам достается первыми и непросто. Мы это с президентом России видим, оцениваем и действуем соответствующим образом, адекватно. Но что они хотят? Вы же не думаете, что воюем, 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 нет никаких контактов, мы не видим, они нам не говорят ничего, мы не отвечаем. У нас есть каналы, по которым мы разговариваем. Суммируя все их претензии, а уже пришли от претензий к более жестким требованиям и ультиматумам, от нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина, цитирую, демократически перспективным, развитым государством, как Украина. На что четко два дня назад им было отвечено, мы никогда не станем Украиной. Потому что мы, белорусы, у нас собственное видение наших перспектив. И думаю, что за этим столом, где собрало все руководство Беларуси, и даже среди нашего населения, которые хотят нормальной жизни для себя и своих детей, нет такого желания стать второй Украиной. Они хотели в прошлом году проще это решить, срезать этот балкон до Смоленска. И чаяния после распада Советского Союза, их, Владимир Павлович это хорошо помнит, мы были в парламенте депутатами, их мечта бы свершилась в августе прошлого года. Создали бы этот санитарный кордон, а это уже не санитарная какая-то зона, это был бы блок, границы которого проходили бы под Смоленском. Не получилось. Вот мы прошли этап. Сейчас посмотрим, что они еще придумают против нас. Вот очередной этап. Любыми пользуются методами, беженцы, не беженцы, не важно, чтобы надавить на нас, а через нас на Россию. Поэтому от Черного моря до Балтски вы видите, что происходит, и мы оказались главным звеном в давлении на Российскую Федерацию. Мы можем изменить свой курс и предать Россию, русский народ, россиян? Не можем. Поэтому, чего бы нам ни стоило, мы должны выстоять. А выстоим только тогда, когда мы будем едины и монолитны. Поэтому дисциплина, исполнительность должны встать во главу угла. Не должно быть долгих, длительных разговоров и уговоров. Решение принято, исполняйте. Когда идет такая бойня, совещания не собираются, чтобы посоветовать, в каком направлении будем действовать. Иногда решения надо принимать мгновенно. Кому принимать эти решения в стране есть? Конституцию никто не отменял, она действует, законы никто не отменял. Поэтому еще раз повторяю, во главу угла надо поставить исполнительскую дисциплину. И мы элементарно выстоим и, главное, не допустим того, чтобы те проблемы, которые мы должны решать, были опущены и сброшены на наш народ, на людей. Люди хотят жить нормально. И мы должны в любой ситуации обеспечить эту нормальную жизнь. Вот основа тех проблем, фундамент, который мы сегодня должны обсудить. Роман Александрович, пожалуйста, вам слово. Уважаемый товарищ президент, уважаемые участники совещания, кратко о работе за истекший период. В текущем году экономика... Я извиняюсь, Роман Александрович, чтобы нас понимали и журналисты, и общество. То, что я сказал по Украине, это было дословно сказано. Кое-где завуалировано. Они намекают, ну вопрос, ну-ка, не во власти. Во власти вопрос. Совсем недавно заявили, власть в Беларуси надо поменять. Начинать надо с президента. Ну, у нас есть механизм. Выборы и так далее. Досрочные выборы, если кто-то хочет. Пожалуйста, у нас тоже есть механизм. Пусть предлагают. Поэтому я не нагнетаю обстановку. Два дня назад через ультиматум нам было сказано. Но я не понимаю, Роман Александрович, вы бывший дипломат, вы это все терпите, не уносите предложений. Те, кто принесли ультиматум за пределы страны. Не глядя всю страну, они представляют. Что мы с ними телепаемся? Они же работают во вред. Правда, мы уже заметили, вот сутки прошло, эти вот санкции вводить собирались, уже некоторые посольства пакуют чемоданы, заявляя о том, что президент примет решение, их завтра вышвырнут. Должен их успокоить. Мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся. Мы никого не будем вышвыривать. Мы будем делать это цивилизованно, соответственно, с нормами международного права. Поэтому вы меня услышите, вот эти, те, кто чемоданы пакуют, успокойтесь. Положите свои чемоданы обратно. Если мы вам объявим о том, что вы персонами Нанграта объявляетесь, у вас будет время для того, чтобы взять эти чемоданы и уехать. Хотя это ваше право. Пожалуйста. Итак, в текущем году экономика функционирует в жестких условиях нарастающего внешнего санкционного давления. Заметное влияние оказывает на деловую активность также противоэпидемиологические ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Подчеркну, не в нашей стране, а в целом в мировой экономике. Тем не менее, в этих непростых условиях наша экономика демонстрирует устойчивость к существующим и возникающим новым экономическим и политическим вызовам и угрозам. Из шести важнейших параметров прогноза выполнено четыре. Главная выполняется целевая задача, определенная главой государства на текущий год. Это повышение уровня благосостояния населения на основе сбалансированного экономического роста. Стабильно и эффективно функционируют предприятия, бизнес, государственные и коммерческие учреждения. Выполняются все социальные обязательства и гарантии государства. Численность занятых в экономике сохранена. Уровень безработицы в прогнозном коридоре. Реальные располагаемые доходы населения увеличились на 2,6%. Реальная зарплата на 4,8% выше уровня прошлого года. Реальная, то есть с поправкой на инфляцию. Роман Александрович, вот что я от правительства хочу видеть в будущем году. Сохраните вот этот уровень защищенности населения. Вот что есть в этом году надо сохранить и чуть-чуть понизить инфляцию. Это вместе с Калауром. Все, я больше от вас не требую в этой ситуации. Дело даже не в санкциях. Вы видите, что опять в связи с этим омикроном пандемии начала опускаться мировая экономика. Но слушайте, мы же не великаны, как там Америка или Китай. Ясно, что если экономика мировая опускается, она будет в эту воронку затягивать прежде всего и Беларусь. Будет трудно рассчитывать на какие-то огромные прорывы, показатели, мы там ВВП 7% дадим или выше мирового. Ну, мы реалисты. Поэтому главная наша задача вот уровень этого года сохранить. он невысокий у нас и по зарплатам, и социальной защищенности, но достаточный для того, чтобы жить. Пусть люди не возмущаются, жить можно. Только надо и людям шевелиться немножко. Как я уже говорил, раздевайтесь, начинайте работать. Но если еще немножко не дай бог добавите, тогда герой. Возвращаясь к доходам населения, подчеркну, что в реальном секторе экономики рост зарплаты обеспечен исключительно ростом производительности труда. То есть деньги эти заработаны. В бюджетной сфере номинальная зарплата выросла на 14,8%, а реальный рост на 5,1%, ну, то есть корректированную на инфляцию. Как вам и поручалось, выдерживается соотношение зарплаты бюджетников к средней по стране на уровне 80%, имеем даже немного больше. Зарплата врачей и учителей уже составляет 156% и 81% к среднему уровню по стране соответственно. И так, в целом, экономика развивается на качественной и сбалансированной основе.